Решим следующую задачу из диагностической работы номер 1 для 9 класса от 1 октября 2013 года. Модуль алгебра, задача номер 3. Укажите наибольшее из следующих чисел. Первое, корень из 18, второе, два корня из 6, третье, 5, и четвертое, корень из 5, плюс корень из 6. Давайте начнем с того, что сравним второе и четвертое число. Сейчас я объясню чуть позже почему. Посмотрите, давайте начнем именно с этого. То есть сравним вот это второе и четвертое число. Почему? Потому что самым неприятным для нас является вот эта сумма корней. Поэтому давайте попробуем для начала как-то избавиться от этой суммы. Для этого сравним второе и четвертое число. Что такое второе число? Что представляет собой второе число? То есть два корня из 6. Два корня из 6 это корень из 6 плюс корень из 6. То есть два раза нужно сложить корень из 6. А что такое? То есть нужно это число сравнить. То есть и второе число это корень из 5 плюс корень из 6. Смотрите, одно слагаемое у этих двух чисел одинаковое. А второе слагаемое в первом случае корень из 6, во втором случае корень из 5. Но мы знаем, чем больше подкоренное выражение, тем больше корень. Поэтому вот это вот в данном случае слагаемое, ну в данном случае оно первое записано. То есть первое слагаемое вот у первого числа, у числа под номером 2 я имею ввиду. Первое слагаемое будет больше, чем первое слагаемое у четвертого числа. Ну а второе слагаемое одинаковое. Таким образом, за счет первого слагаемого второе число больше, чем четвертое. Давайте сразу это запишем. Мы только что с вами выяснили, что второе число, а именно 2 корня из 6, у нас получилось больше, чем корень из 5 плюс корень из 6. Поскольку нам необходимо выбрать наибольшее число, то мы для сравнения с остальными числами оставляем большее, то есть 2 корня из 6. Но это число как меньшее мы можем отбросить. То есть меньшее число мы отбрасываем, большее оставляем для дальнейшего исследования. То есть и так нам необходимо после отбрасывания четвертого числа сравнить три числа. Корень из 18, 2 корня из 6, которая оказалась больше, чем четвертая, и 5. Как же сравнить эти три числа? Для сравнения этих чисел давайте возведем каждое из этих чисел в квадрат. Почему? Потому что каждое из этих чисел положительно, а квадраты положительных чисел относятся так же, как и сами эти числа. Возведем каждое из этих чисел в квадрат. То есть давайте запишем, корень из 18 возведем в квадрат, получим 18. То есть преемником корня из 18 является число 18. То есть квадратом является число 18. Далее. Возведем 2 корня из 6 в квадрат. Как возвести 2 в корне из 6 в квадрат? Нужно возвести каждый сомножитель в квадрат. То есть квадрат нужно возвести и двойку, и корень из 6. Таким образом у нас получится 2 в квадрате и умножить на корень из 6 в квадрате. 2 в квадрате это 4, корень из 6 в квадрате это 6, получается 24. 6 умножить на 4, получается 24. Ну и 5 в квадрате это 25. 5 в квадрате это 25. 5 в квадрате равно 25. То есть давайте теперь сравним квадраты этих чисел. 18, 24 и 25. 25 это самое большое число. То есть если 25 самое большое число, то это значит, что из этих трех чисел самое большое это 5. Таким образом в ответ мы должны записать число 5, то есть обвести номер 3. В данном случае мы указали, какое из следующих чисел является наибольшим. Число 5. Вот если бы у нас не получилось так легко сравнить 2 корня из 6 вот с этим числом, что бы мы делали? Мы делали бы точно так же. То есть мы бы сравнивали квадраты этих чисел. Тогда бы у нас получилось квадрат первого числа 18. Далее квадрат второго числа мы с вами уже находили. Это получается 24. Квадрат третьего числа это 25. И квадрат четвертого числа, посмотрите, мы должны были бы найти отдельно. То есть вот давайте сейчас найдем квадрат четвертого числа. Я вот так его пока запишу. Корень из 5 плюс корень из 6 в квадрате. И мы сейчас отдельно это число найдем. Как найти квадрат вот этого нашего четвертого числа? Значит, корень из 5 плюс корень из 6 в квадрате равно квадрат первого. Это будет корень из 5 в квадрате. Это 5. Далее. По формуле квадрата суммы мы раскрываем по формуле квадрата суммы данное выражение. То есть получается тогда у нас удвоенное произведение первого слагаемое на второе. То есть получается 2 на корень из 5 и на корень из 6 и плюс квадрат второго. То есть это получается 6. Корень из 6 в квадрате это 6. Мы с вами тогда, да, давайте продолжим запись. То есть это тогда получается равно 5 плюс 6, 11 плюс 2 на корень из 30. То есть мы вот здесь записали под одним корнем. Произведение корней под одним корнем. Получается корень из произведения 5 на 6 будет 30. 11 плюс 2 корня из 30. И в дальнейшем мы бы с вами сравнивали данное число с самым большим из первых трех. То есть сначала давайте сравним то, что мы можем сравнить после возведения в квадрат. То есть самое большое из квадратов первых трех чисел это 25. Значит в дальнейшем нам останется только сравнить число 25, потому что оно самое большее из первых трех. И то число, которое у нас получилось после возведения в квадрат самого последнего четвертого числа. Как сравнить эти два числа? Давайте тоже это сделаем. То есть мы должны сравнить число 25 с числом 11 плюс 2 корня из 30. Вот здесь вот в качестве птички мы подразумеваем какой-то знак неравенства. Этот знак может оказаться либо больше, либо меньше, либо равно. Таким образом, как мы можем решать вот такое неравенство? Если здесь какой-то конкретный знак, то мы можем с вами вычесть одно и то же число из каждой части неравенства. От этого вот этот знак не изменится. Давайте вычтем 11 из левой части неравенства и вычтем 11 из правой части неравенства. Тогда у нас получится слева 25 минус 11 будет 14. 14, 14 и 14 необходимо сравнить. Знак неравенства, заметьте, птичку я не переворачивал. Если бы знак менялся, я бы птичку вот так перевернул наоборот. Значит, и минус 11 у нас получается 2 корня из 30. А теперь опять, поскольку каждое из чисел является положительным, мы можем... Да, вот еще что можно сделать. Посмотрите, можно еще поделить обе части на 2. То есть, если каждую часть неравенства разделить на положительное число, от этого знак неравенства тоже не изменится. Давайте на 2 еще разделим. То есть, получится тогда у нас 7, а справа корень из 30. И теперь опять сравним квадраты этих чисел. Квадраты этих чисел. 7 в квадрате, 49. 49. 30 в квадрате, это 30. Таким образом, левая часть больше правой. Левая часть больше правой. 49 больше 30. А значит, и в исходном неравенстве, вот в этом, в исходном неравенстве, левая часть больше правой. То есть, 25 больше, чем 11 плюс 2 корни из 30. Таким образом, 25 является наибольшим числом. Но это среди квадратов. Ну, а преемником 25, да, то есть, изначально, было число 5. Еще раз повторю, как относятся квадраты положительных чисел, так и относятся сами числа. То есть, для квадратов чисел знак неравенства сохраняется. Таким образом, в ответ мы запишем 3. Ну, если у нас, если у нас будет ответ, если у нас будет в бланке ответов записан ответ, то мы просто поставим вот здесь вот число 3. Если же в бланке у нас вот этого ответа не будет, то мы должны обвести число 3. Задача решена. Задача решена.